В ожидании большой воды оренбургские спасатели готовятся к паводку. В этом году специалисты прогнозируют мощный разлив. Возможно, реки Урал и Сакмара поднимутся на 7,5 метров. Между тем, печальная статистика прошлых лет показывает, без жилья можно остаться в считанные минуты. Но кто будет возмещать убытки? Эксперты советуют, чтобы сохранить имущество, нужно его застраховать. Так было в 2011 году. Большая вода пришла, когда не ждали. Прогнозы не сбылись. Несладкая весна в селе Сладково наступила поздно вечером и загнала людей на крыши собственных домов. Впрочем, такая картина была почти везде. Сельские улицы больше напоминали реки. Затопило село Тоцкого, Илевского, Новосергиевского, Оренбургского и ряда других районов. У меня бабушке 81-й год, и она мне кричит, что ты меня спасай, я умираю здесь. Она одна в доме, она даже на чертах залезть не может. Чтобы оценить масштаб бедствия, в Тоцкий район на вертолете добрался губернатор. Юрий Берг пытался успокоить людей. Спасатели тем временем занимались эвакуацией. Было очевидно, ущерб колоссальный. За два дня затопило почти 6 тысяч домов. Умерла скотина, погибли вещи и бытовая техника. От большой воды пострадали больше 20 тысяч человек. По стене, если вы посмотрите, то отсюда была вода. Плавы, в принципе, все под воду ушли, все дерево. Мебель частичная, диваны, кресла, все замочило, в принципе. Это апрель прошлого года. Первой жертвой весеннего плаводия стал районный центр Адамовка. После поплыл Первомайский район. Правда, по-настоящему большой воды в прошлом году не было. Зато водную стихию ждут в этом году, со дня на день. Создается две оперативных группы, в которую будут входить подвижные пункты управления, подвижные пункты питания в виде полевых, кухонь. Соответственно, в каждой данной оперативной группе будут спасатели. Официалисты прогнозируют, разлив будет большим. Вода обещает подняться до 7,5 метров. Эксперты тем временем уверяют, жилье необходимо страховать. Буквально на днях губернатор Юрий Берг подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Росгострах». К сожалению, мы всегда сами к себе, сами к себе относимся, ну скажем, очень плохо, сами к себе. Мы когда к врачу идем, когда заболеем сильно, да? Мы когда же вспоминаем про страховую компанию, когда что-то уже случилось, вот почему я не застраховался, давно уже принято во всем мире. На самом деле нам тяжело и дорого обходятся вещи, ну там, условно говоря, дом. Мы долго на него копим, долго его строим. И после этого все-таки есть вероятность того, что мы его можем потерять. Для того, чтобы он был всегда с нами, его надо просто застраховать. Точно так же, как автомобиль. Вообще, в советское время страхование жилья было обязательно. В случае трагедии люди знали, к кому обратиться, чтобы возместить убытки. Сейчас жители надеются на помощь властей. Поддержку, естественно, окажут. Средства выделяются из федерального и областного бюджетов. Но и самому о себе тоже неплохо бы позаботиться. Особенно в зонах возможного затопления, где страховка впоследствии поможет решить часть проблем. Поэтому о своем имуществе нужно подумать заранее и не ждать, пока большая вода придет в дом. Редактор субтитров А.Семкин